Детское радио! Детское радио! Радио! Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Я пою». У нас прямой эфир, вы можете нам звонить смело. У нас программа о тех детях, которые поют, о всех-всех девочках и мальчиках, кто занимается серьезно вокалом, и даже о тех, кто только-только взял микрофон в руки и познакомился с интересным предметом вокал. И сегодня у нас прекрасные девчонки, замечательные вокалистки, которые приехали из Санкт-Петербурга. Это девочки Титова Марьяна. Привет, Марьяш! Здрасте! И Глушецкая Полина. Привет, Полин! Здравствуйте! Мы сегодня с вами будем беседовать про то, как люди поют, зачем поют, как вы поете, как вы начали петь, и будем разговаривать о всем, что связано с вокалом. Девочки, ну расскажите, как вы пришли к песне, Марьян? Как ты так вот вдруг поняла, что ты будешь заниматься вокалом, а не чем-то другим? Расскажи нам. Я почувствовала, что я хочу петь, и мама тоже это поняла, и мы пошли в студию «Непоседы». Так, а сколько тебе было лет? Мне было пять лет. А сейчас тебе сколько? Семь. То есть два года уже поешь? Да. Какая ты молодец, это очень долго. Полин, а как ты поняла, что будешь петь? Ты немножко старше, чем Марьяна? Ну, я в детстве любила петь, а потом мама подумала, что меня надо отдать в студию «Непоседы». «Непоседы». Да, но вы же в Санкт-Петербурге, а «Непоседы»-то у нас в Москве, там тоже филиал, да? Да. Так, замечательно. А расскажите, пожалуйста, какая песня вам больше всего нравится? Вот, например, о чем бы вы слушали всегда и сами бы пели? О любви к маме, или, может быть, о любви к животным, о животных, или о родине, или о своем городе, или, может быть, о какой-то игрушке? О чем бы вы спели свои песни? Марьяна, ну давай. Я бы спела про бабушку мою, потому что она очень хорошая и хорошо относится к нам. То есть все бы песни свои ты посвящала бабушке, да? Да. И ты ее очень любишь. Давай ей передадим привет, она сейчас тебя слушает в прямом эфире в Санкт-Петербурге. Давай скажем ей два слова. Привет, бабушка! Мы тебя очень любим, да? И передаем тебе привет. Девчонки, а у вас есть кумиры? На кого вы равняетесь? Я равняюсь на Ёлку, мне очень нравятся ее песни, Адель, я сейчас пою ее песню Skyfall, Витни Хьюстон, мне нравятся ее тембры, и Майкл Джексон. То есть ты хочешь, наверное, как Витни Хьюстон в итоге петь, да? Замечательно. Марьян, а тебе кто нравится из исполнительной, может быть, зарубежных, наших, русских? Мне нравится Бибер, потому что я у него пела песню... Бэби, наверное? Да. Ага. Еще мне нравится Родион Газманов, потому что я с ним пела песню парами, и... Родион был у нас в программе, тоже пел песню парами. Угу, так. А еще кто? И все. И все. В общем, все, с кем ты поешь, тебе нравятся они. А так вот слушать кого-то, может быть, Аллу Борисовну Пугачеву, нет? Да. Да. О, видишь, какая ты молодец. А, может быть, у нас есть, например, Время и стекло. Такие слушаешь? Современные такие, современные, нет? Нет. То есть ты такая прям по классике, по классике, да? Угу. А чем, Марьян, еще любишь заниматься помимо вокала? Я катаюсь на льду. У меня третий юношеский разряд. Я катаюсь четвертый год. Ты чемпионка по фигурному катанию? Нет. Не чемпионка, но занимаешься? Угу. А как тебе удается совмещать спорт, такой тяжелый все-таки спорт, и песню, творчество? Это нелегко, много времени на это нужно, тем более, в школу уже нужно ходить. Ну, потому что моя бабушка очень быстрая и не любит опаздывать, так что она боевая. Бабушка взялась за дело, взялась за Марьяну и везде ее привозят вовремя и четко, да? Да. А какой предмет у тебя любимый в школе? Рисование. То есть, ты еще и рисуешь, поешь, рисуешь и танцуешь на льду. Угу. Я дома иногда рисую. Дома тоже рисуешь, да? А что больше всего тебе нравится рисовать, портреты или, может быть, природу? Мне нравится рисовать на природе и природу. Ух ты, замечательно. Полин, расскажи, пожалуйста, чем ты любишь заниматься помимо вокала? Я хожу в музыкальную школу и учусь играть на гитаре. Еще я хожу в академию мюзикла имени Ильи Рахлина. У нас там вокал, актерское мастерство, хореография и акробатика. И еще я в этом году наконец научилась плавать. Ух ты, а раньше не умела? Ну, раньше так, я... Барахталась чуть-чуть. Как-то странно плавала, а теперь научилась нормально плавать. Слушайте, ну вы и спортсменки, и красавицы, и такие замечательные певицы. Я напоминаю всем ребятам, которые нас сейчас слушают, телефон прямого эфира 8495-134-56-64. И у нас есть первый дозвонившийся мальчик, его зовут Глеб. Привет, Глеб. Здравствуйте. Глеб, скажи, пожалуйста, что ты хочешь спросить у наших девчонок? Маша вопрос. Сложно было учиться на гитаре играть? Сложно было учиться на гитаре играть? Ну да, первый год был очень сложно, пальцы сильно болели. очень. Видишь, Глеб, всё, что новое, всё, чему мы начинаем только учиться, это всё сложно. Ничего просто так не бывает. Петь тоже, вы думаете, это легко, петь тоже сложно. Это работает всё тело, это нужно знать, как правильно дыхание брать, как стоять, как дышать, даже как думать, да, девочки? Потому что не зря все учителя говорят, что петь нужно головой, да, и всем телом, животом и головой, но не горлом. Так что, Глеб, вот так вот, да, конечно, сложный, на гитаре сложный, на пианино, и петь, и танцевать, всё, что хочешь, чтобы получилось хорошо, всё всегда сложно. Девчонки, как вы представляете своё будущее? Вот как вы себя видите взрослыми? Вот как вы себя видите внешне, да, Марьян, вот внешне, вот чем ты будешь заниматься, вот ты себя видишь уже взрослой? Я более-менее вижу себя взрослой. Ну, расскажи, вот мне очень интересно, как ты себя видишь? Что я буду красиво петь, буду знаменитой, и что мои дети будут тоже петь. И твои дети тоже будут красиво петь и будут знаменитыми? Да. Ух ты, какое замечательное, прекрасное будущее. Полина, как ты себя видишь? Я вижу себя, что я буду тоже знаменитой певицей. У меня, если будут дети, то, наверное, они будут композиторами, но не певицей или не певцом. Ух ты, ну ты уже такой заказ делаешь, да, в природе. Я заказываю себе дочку и сына композиторов, которые будут мне самой лично писать песни, да, Полин? Да. Как здорово. Неожиданные ответы, девочки. Скажите, пожалуйста, а вот вы такие вот красивые, всегда на сцене потрясающие, какие-то невероятные у вас, и на голове какие-то штучки. Вот у нас сейчас все, кто нас слушает, например, в машине, они вас не видят. А кто нас смотрит онлайн на сайте детского радио, они могут увидеть, какие вы красивые, стильные. Вам кто придумывает одежду, кто придумывает наряд на сцену, кто стилист? Ну, у меня мама, я и мой педагог по вокалу, мы все вместе продумываем, потом бывает покупаем где-то, а бывает шьем на заказ, но это реже, чем покупаем. А тебя спрашивают, что вот тебе лично нравится? Взрослые спрашивают у тебя? Ну, спрашивают, но все равно выбирают свой вариант больше, а не мой. Понятно. Так, 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 Марьян, а у тебя кто продумывает все твои красивейшие, невероятные наряды? Иногда мама, иногда я. Ты сама тоже придумываешь? Угу. И к тебе прислушивается? Не прислушивается, я просто меняю наряды. Да, ты сама одеваешься в жизни, да, сама их меняешь. А вот именно сценические образы, вот эти вот платья какие-то, штучки такие красивые на голову, на руки, обувь. Это кто придумывает? Мама? Или, может быть, есть какой-то стилист? Мы к нему тоже все пойдем, потому что, ну, красиво. Бабушка. Бабушка. Все везде бабушка, слушайте. Нам бы такую бабушку замечательно. А к нам дозвонилась Даша. Даш, привет. Здравствуйте. Ну, давай, что ты хочешь спросить? Я хотела задать вопрос Марьяне. Она участвовала где-нибудь, когда каталась на коньках, в каких-нибудь конкурсах? Давай, Марьяна. Я не участвовала в конкурсе таком, но в других участвовала. Ну, ты именно по фигурному катанию участвовала в соревнованиях? Пока еще нет, да? Нет, участвовала. А, участвовала. Вот спрашивает у нас наша слушательница. То есть, ты участвовала уже, какие-то призы, медали у тебя есть по этому спорту? Есть. Есть, да? То есть, ты уже не новичок, уже знаешь, что такое спортивный бой, да? Да. Замечательно. Спасибо за вопрос. Полин, как ты относишься к тому, что вот девочки занимаются модой, они ходят по подиуму, занимаются как бы дефиле? Ты когда-нибудь участвовала в таких показах? Ну, нет, не участвовала. А Марьяна вот участвовала, да, Марьян? Да. Ну, тебе что, нравится больше петь или по подиуму идти? По подиуму. Правда, нравится по подиуму больше, чем петь? Да. Ты же хочешь быть известной певицей. Не знаю, просто мне так нравится, потому что там не надо напрягать связь. Не нужно думать ни о чем, да, связь не надо напрягать. Оделся, нарядился и пошел. Ага. А вот дозвонилась как раз девочка Ива. Ива, привет. Здравствуйте. А какой у тебя вопрос? Вот, девочки, вы когда-нибудь учили кого-нибудь, какой-нибудь песни? Вы сами выступали в роли преподавателей? Да. Кого-нибудь вы учили? Сестру или подружку? Марьян, давай, рассказывай. Я учила моего братика. А братику сколько лет? 4 исполнилось. Ну, ты его научила, он к чему-нибудь пришел, песню такую-то выучил? Ну, легенькую. Легенькую? С тобой спел хоть раз? Нет, он сам пел. Сам дома, на кухне? Да. Понятно. Полин, а ты кого-нибудь учила? Маму, может быть, или бабушку? Нет, я учила свою сестру, но она так и не научилась. Учила, учила, не научила, да? Таланта нету. Ну, она то хочет петь, то не хочет петь. Понятно. Ну, вы к ней, вы с ней еще раз придите к этому, скажи, прям сядьте, давай заниматься, я тебя буду учить, потому что вся страна уже спрашивает, когда я тебя буду учить? Хорошо? А я хочу вас спросить, у вас есть талисман? Да, у меня есть талисман, это лис. Лисенок, такая игрушка, да? Да. А ты же с ней пришла сегодня? Да. Ага. Марьяна, а у тебя? У меня есть талисман, пони. Тоже игрушка? Да. И ты тоже сегодня с ней? Да. Как замечательно, здорово. А вообще, во что вы играете? Потому что столько спорта, столько занятий, столько различных дел, которых нужно каждый день сделать. А когда в игрушки-то поиграть? Вы же ещё совсем маленькие всё-таки. Успеваете в игрушки играть? Моя игрушка – это писать или рисовать. Замечательно. Ты уже взрослая практически девушка, да? Иногда играю в куклы. Не до игрушек. Иногда в куклы, да? Ну, Барби, любишь Барби, да? Или там какие-то другие куклы? Бэби Бон. А, здорово. То есть там бутылочки, колясочки, да? Да. Ага. А у тебя, Поль? Я играю в лего, но всегда перед сном, и то мало в промежутках, когда мы куда-то собираемся ехать. Мама долго собирается? Я уже собралась, я играю. А потом мы едем сразу куда-то. Понятно. Такая участь у занятых детей. Они и уроки делают в машине, играют в машине. В общем, всё время куда-то едут, да? Заниматься. Программа «Я пою» в прямом эфире. До нас дозвонилась Аня из Санкт-Петербурга. Привет, Ань. Здравствуйте. Какой у тебя вопрос? Задавай, пожалуйста. Я хотела задать вопрос Полине. А она умеет кататься на роликах? Так, спасибо. Сейчас будем мы выяснять. У нас Марьяна, она у нас катается на коньках профессионально. А Полина умеет кататься на роликах? Да. Так, всё просто и легко, да. А как ты катаешься? Профессионально или любительски? Ну, наверное, любительски, потому что я никуда не хожу. Я сама научилась с папой кататься. Хорошо, спасибо. Надеюсь, мы ответили на Анин вопрос. А у нас Василиса из Ростова-на-Дону дозвонилась. Василис, привет. Здравствуйте. Что ты хочешь спросить у нас? Задавай, пожалуйста. Что ты хочешь спросить у нас? Задавай, пожалуйста. Я хочу спросить. А они были когда-нибудь на конкурсах красоты? На конкурсах красоты девчонки были когда-нибудь? Да. Участвовала, да, Марьян? Да. Расскажи, это трудное дело участвовать в конкурсах таких вот красоты? Ну, я была два раза. Один раз я училась, мне было более-менее нормально, а второй раз круто. То есть это всё-таки интересное дело, да? Да. Можно участвовать? Угу. А в конкурсах вокальных вы много принимали участие? Да. Наверное, не сосчитать сколько всего, да, Марьян? Я где-то 53. Кошмар. Полина, ты много раз участвовала в вокальных конкурсах? Ну, не совсем, где-то, наверное, 3-4 раза. То есть у Марьяны рекорд сегодня у нас? Наверное, много кубков различных, грамот, да? Какой опыт большой? Если сосчитать с льдом. А, ты всё вместе соединила? Нет, я не всё вместе. А, это только вокальный конкурс 53, ничего себе. А случались какие-нибудь курьёзные случаи на фестивалях, на конкурсах или на концертах? Расскажите, что-нибудь происходило такого? Ну, вдруг что-нибудь свалилось, когда вы пели? Или кто-то упал? Или что-нибудь отключилось? Свет погас во всём зале? Или помидорами закидали? Что-нибудь такое случалось? У меня есть. Рассказывайте. У меня один раз я... Ну, не я пела, другая девочка пела, и на неё должны были выйти мишки. Они вышли, только первый мишки, который шёл, мы в линию должны были встать, он шёл, споткнулся, на него все упали, и, короче... И все медведи свалились. Ты была свидетелем, да? Ага. Ну, наверное, такая каша получилась смешная, да? Да. А у нас Василиса ещё дозвонилась до нас. Василис, привет! Здравствуйте! Я хочу задать двум девочкам вопрос. Давай. Любите вы кататься на американских горках? Ух ты, какой классный вопрос! Давайте, девчонки, отвечайте скорее. Я люблю. А не страшно, Полин? Ну, иногда бывает страшно, смотря какие горки. Разные бывают. А где ты каталась? Я каталась в Санкт-Петербурге в парке аттракционов на американских горках. Как здорово! Марьян, а тебе страшно? Ну, когда я держусь за бабушку, тогда мне полегче. Когда ты держишься за бабушку, бабушка, живите, пожалуйста, 150 лет, потому что у Марьяны вы это вся жизнь. Замечательно! А я хочу ещё вот что спросить. Когда вы поёте на конкурсах, на фестивалях, девочки, вы как справляетесь с волнением? Вот что вы сами себе говорите за кулисами? Как вы выходите? Какие мысли в голове, чтобы вот не бояться и не ошибиться, не забыть слова, не забыть движения, которые в танце? Давай, Полин. Ну, я пытаюсь отвлечься от этой мысли и думаю, настраиваюсь о выступлении. Так, то есть ты отвлекаешься, о чём думаешь? Ну, я думаю о выступлении, как я выступлю, и слушаю, если это конкурс соперников, как мне придётся включить на саму мощь, чтобы их победить. Ух ты! Как здорово! Марьян, а ты что ответишь? Я отвечу, что я слушаю хорошую музыку перед выступлением и пью воды, чтобы вообще не волноваться на сцене. А родители вас поддерживают? Мамы, папы, может быть, братья и сёстры поддерживают вас перед выступлением? Да, у меня родители очень сильно меня поддерживают, и они будто прямо перед выступлением знают, когда я волнуюсь, они меня пытаются отвлечь от этой мысли, и я думаю о семье, и у меня всё получается. Дозвонилась до нас Василиса. У нас сегодня дозваниваются только Василиса. Василиса, здравствуй. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, что ты хочешь спросить у девочек? Я хотела спросить, а вы когда-нибудь катались на дельфинах? Ух ты, какой вопрос интересный. Отвечай, Марьяш. Я каталась, это было очень круто, и один дельфин меня так обрезал, что даже не оттереть это было. Влюбился в тебя. В тебя невозможно не влюбиться. Ты такая красавица, умница. Полина, ты каталась на дельфинах? Нет, но я была в дельфинарии. Мы хотели покататься, но забыли взять купальники. Тебе нужно загадать желание и попросить у Деда Мороза, чтобы твоя мечта сбылась, и ты покаталась на дельфине. Да? Да. Хорошо. Девочки, а как вы относитесь к голосу? Как вы следите за тем, чтобы ваш голос всегда хорошо звучал? Марьян. Я стараюсь везде ходить в шарфе и пить горячую воду. Хорошо. Полина, ты? Я стараюсь есть меньше холодного. Пить меньше холодного. И есть тоже. Ага. И солёное, горячее, острое. И перед сном пью молоко с мёдом и маслом. Девчонки, я вот всё хочу у вас спросить. А вы классическую музыку слушаете? Я слушаю Глинка, Чайковского, Моцарта. Молодец. Марьяна, ты кого слушаешь? Я тоже Моцарта и Чайковского. Молодцы, девочки. А я очень-очень люблю Баха, тоже очень люблю слушать различную классическую музыку, Моцарта. И всем ребятам советую, чтобы обязательно все-все-все слушали классическую музыку. И вокалисты, те, кто будут слушать классику, они будут лучше петь. Поверьте, поверьте. Девочки, ну наша программа подходит к концу. Что вы пожелаете всем-всем вокалистам, которые поют? Марьян, давай. Я хочу, чтобы они были по всем конкурсам. Чтобы все ходили по всем конкурсам и их ждала только удача. Полина, а ты что пожелаешь? Чтобы слушали классическую музыку. Так, а еще что? Ну, наверное, чтобы все-все были здоровы, чтобы любили свою семью, чтобы слушали маму и, конечно же, своих учителей. Чтобы всегда сопутствовала удача на всех-всех конкурсах. А я напоминаю, что нашу программу можно не только услышать, но и увидеть на сайте журнала «Я пою». Я с вами прощаюсь. Желаю вам всего-всего самого хорошего. Любите друг друга. Слушайте программу «Я пою» каждое воскресенье в 17.00. С вами была Татьяна Пархоменко. До новых встреч. Пока-пока. Детское радио. Детское радио. Радио.